А сейчас оно по... Приветствую, Алексей! Привет! Приятно мне с тобой познакомиться. Не знаю, Алексей Журавко это украинский политик, очень известный в Херсонской области, да и вообще в Украине. Но я, если позволишь, сразу начну с двух таких вопросов, которые очень любят украинские СМИ или украинские некоторые. Кого пытал Журавко и когда Журавко возвращается в Украину? Слушай, я вообще-то от того, что там расписали в украинских СМИ, что я кого-то пытал, вообще-то я в шоке. Чем? Безрукостью своей или безногостью? Я вот не могу понять. Второе. Я откровенно, честно, да, я ездил, я снимал арестованных украинцев, чтобы убедиться, обижают ли их или не обижают. И показывал правду украинцам, что их просто обманывают украинские СМИ и та власть, которая ушла. Вот и все. И видеодоказательства даже выклал в соцсети и так далее. То есть не было никаких случаев, которых тебя обвиняют, правильно? Я так понимаю, правильно? Ну, конечно, не было. Это просто-напросто маразм полнейший. К сожалению, да. Мы знаем, что украинские СМИ любят заниматься, немало, вернее, так сказать, украинских СМИ такими вопросами, как перекручивание фактов, потасовка каких-то результатов. Потому что я, честно говоря, посоветовался, звонил, скажем, у меня немало друзей в Херсонской области, как бы о тебе узнал. И в основном отзывы очень положительные. Даже те, кто, так скажем, не очень положительно относился, сейчас говорят, вот, если бы журавка вернулся, было бы хорошо. Поэтому следующий вопрос, когда ты собираешься вернуться? — Слушай, я почему-то думаю, с тем, что происходит в Украине, я скоро вернусь. Но работы будет вот так. Вычищать это. — Я почему не спрашиваю? Потому что Портнов вернулся, Нищенко обещает вернуться, да, там, еще там какие-то люди, которые по объективным обстоятельствам, боясь за свою жизнь, как бы находятся за границей. Ты сейчас тоже находишься за границей Украины, правильно? — Соответственно, мы немножко в разных категориях будем говорить. Это раз. И все понимают причину, почему Портнов приехал. Я буду только обсуждать себя. Поэтому, как бы, самое страшное для сегодняшней власти — это я. Я конкретно могу делать. — Понятно. Тем более, прошлый опыт, прошлые уже, так скажем, практические действия в Томской области, прежде всего. Правильно? — Да. — Да. Вот и поэтому, сколько ты примерно даешь времени, вот когда будет возможна ситуация, когда сможешь заехать. Вот твои прогрессии. Будет ли такое время, достанет? — Слушай, если сердце будет работать и Боженька даст здоровье, то это время не за горами. Я не хочу сроки там называть. Но это время не за горами. Еще чуть-чуть, и мне придется туда заезжать. Вот так бы я назвал. — Понял. Понял. Слушай, как ты оцениваешь вот сейчас события? — Вот сегодня фактически произошло Тымчуком. Да. Всем известно информационное сопротивление, которое, как скажем, разжигал национальную рознь, по сути, да, какие-то фейковые вбросы делал Тымчук. Да. И сегодня каким-то странным, мистическим образом он погиб. — Ну, я могу одно сказать, что его просто грохнули. Убрали же свои. Заметают следы. Ранее я об этом писал, что придет этот день, когда свои же будут заметать следы, чтобы наружу не выходило то, что происходило на самом деле при Петре Порошенко. Особенно, когда они разворовывали армию. Особенно, когда они фейки выпускали. А это же был главный фейкомет, как я называю, в Украине. С Порошенко, с Яценюком. Поэтому в данный момент он же был еще и с зарубежными спецслужбами связан. Вот это и произошло. Хотя сегодня там намекают, что типа это Россия в этом уже заучаствовала. Это московский след. Но это полный идиотизм. — Ну, ты же знаешь, там след московский — это всегда неважно, что прорвало труба, которую ничьили. 20 лет — это тоже московский след. То есть московский след уже, в принципе, даже у всех вызывает в Украине, у многих. У вас, с одной стороны, оскомин, а с другой стороны, смех. Вот реально смех, потому что они сами действительно между собой не делят что-то там, не поделили, а виноват опять кто-то там, непонятно кто. — Ну, есть же дебилы, которые еще этому бреду верят? Извини за выражение, что я так скажу. — Ну, смотри, выборы показали, что большинство голосовало все-таки против Порошенко. И Порошенко сейчас по социологии, его партии — это пес или бес, как ее кто-то называет. А нас уже на грани проходного барьера, то есть на грани пяти процентов. Единственная партия, которая про Порошенковское может пролезть — это голос Макарчука. — Ну, значит, я как бы порекомендовал лучше Порошенко делать явку с повиной. Рано или поздно это придется делать. И людям посоветую не голосовать за всю его команду, за Порошенко отнялась, потому что этот человек угробил страну, этот человек проливал кровь, разбивал Донбасс, Луганск разбивал. На этом человеке политические узники есть. — Разбивал Сибирь, разбивал остальные города, поскольку воровал. — Этому человеку только виселица. Только виселица. Это лично мое мнение. Я сижу в Москве благодаря вот этой твари, покытьку. Вот без руки и без ноги являются врагом, потому что я правду говорю. — Ну, ты же знаешь, что как обычно, да, им же хочется, чтобы все их целовали в одно место, но уже их время прошло. Это мое мнение. Единственное, вот как ты думаешь, почему его до сих пор не арестовали? — Вроде там возбуждаются уголовные дела, еще что-то происходит. Почему он до сих пор на свободе? — Ну, я тебе хочу сказать, что он на свободе по одной всего лишь причине. Это американцы за ним, спецслужбы за ним. И американцы сегодня Украину не отпустят. Они будут разжигать ненависть, войну и бить Донбасс. Будут еще гибнуть люди мирные. Потому что на сегодняшний день эта мразь Порошенко им выгодна. И они, по крайней мере всего, держат. Как только придет время, американцы будут все свои следы заметать. Украину используют как пущенное мясо. — Тымчуки будет проще бесследно непонятно куда. — Это будущее. Да, это будет еще. Вот самое страшное, что сегодня Зеленский попадает на те же самые грабли и уже начинает реально замазываться в крови. — И он не выполняет обещания, те, которые давал народу Украины, что он будет именно за мир бороться. — Ну да, первое его обещание — это, конечно же, мир и остановить стрельбу на Донбассе, которая пока не остановлена. — Но в данный момент я вижу, что его американцы втягивают. Мы видим, как переговоры прошли во Франции. Мы видим, как с Меркель прошли и как он себя повел. Мне, конечно, страшно становится. В данный момент я будущего не вижу. Вот как политик я не вижу будущего. — Хорошо. Алексей, а вот смотри, причастны вот эти выборы в Раду. Какие партии, возможно, если бы прошли, смогли повлиять на ситуацию в положительном контексте для установления мира в Украине? — Ну, понимаешь, я не вижу там партию, допустим, Вакарчука. Это Соросовский брехунов. Я не вижу. Я бы за него не голосовал. Ну, что бы там не было, вот как я политик, я бы лучше поддал бы за оппозиционных, хотя они не нашли общего консенсуса. Но сегодня более-менее что-то. Ну и то я тебе хочу сказать, этот парламент недолгий будет. — Хорошо. Я как бы понимаю вот эти моменты. Из новых партий кто-то может туда пройти действительно нормально, кто будет выступать за мир? Кроме оппозиционных. К примеру, вот есть партия Шария появилась, Союз Левых Сил. Как такие партии? — Ну, ты знаешь, Союз Левых Сил, Шарий, он адекватный. Есть свои там у него вещи, но более-менее адекватные. Там мажоритарщиков очень много, которые адекватные идут, сами которые. А есть просто стой полнейший. Тут еще будет один конфликт, который связан. Потому что нацики не везде будут давать проходить. Они пока управляются ЦРУ, СБУ, управляются. Такая машинка работает. Поэтому тут как бы я не вижу сегодня хорошего. Вот если мое... Вот в общем сказать, я не вижу хорошего в этом парламенте. Ничего будущего. — Произойдет так, что появится этот парламент перед часом или осенью. Но он будет недолгим, и потом придет другой парламент, по факту уже, да? — Ну, может настать тот момент, когда, будем говорить, по волоску переходишь, и проваливается она право. И пойдет разрыв полной страны. Вот к чему, в принципе, может привести ситуация Украины. Порвать ее полностью. Вот сегодня наблюдается эффект, что Украину хотят разорвать. И, по крайней мере, это удается. Это американцам-гаденышам, как я называю. Плюс Зеленский, он хи-хи, ха-ха, хи-хи. А ну, поиграю я с народом. Дал слово, забрал слово. Ну, и команды у него нету как таковой. Парламент вышел с подконтроля сегодняшний. Расставлены все чиновники Порошенко, кровожадные убийцы. Вот и все. Поэтому может все рухнуть в один прекрасный день. Ну, и, во-первых, давай учитывая, насколько американцы напакуют оружие, и как они сделают эту провокацию. Поэтому все может быть. Вон, смотри, сегодня Донбасс гремит и очень сильно. Уже школы начали бомбить, больницы начали бомбить. Поэтому все еще впереди. Но когда все-таки наступит этому конец, и какой это будет конец? Ну, вот из сегодняшней ситуации. Ну, если спрашиваешь ты меня, вот лично, какое мое мнение, я отвечу за себя. Всем нормальным оппозиционным силам, людям, которые хотят прекратить этот беспредел, надо отсюда помогать. Надо, чтобы сегодня родилась новая Украина. Новые войска. Не надо убивать Украину. Не надо с ней еще прощаться. Все новое должно быть. Но без этих маргиналов. И когда мы, как славянский мир, начнем объединяться, здравые силы, и помогать там противодействию этому американскому и масонской ложи, тогда мы можем спасти Украину. Но в новом формате. То есть это новый своего рода общественный договор внутри государства. Правильно? В любом случае. Ну, понимаешь, все больное надо вырезать. Все больное надо вырезать. Ну, это так. Ну, повара-то, я сказал. Отличное мнение. Соответственно, да, чтобы зрители понимали, да, что вот ты высказался, ты так считаешь. А как ты считаешь, северный поток, как повлияет, когда его запустят на, опять же, благосостояние Украины, которое и так на ладом дышит, как говорится? Значит, европейцы не упустят шанс, и они все равно доделают северный поток. Германия, она прагматично просчитывает цифры, все. И как только запустится северный поток, так сразу украинской трубе хана. Что-то будет прокачивать. Сказали, какая она ценна, и оказывается, что она никому не нужна. Ну, сами виноваты сегодняшние власти, что они так себя ведут. Хотя Россия ж не отказывается прокачивать и дальше. Ну да, это будет меньший объем. Но в этом же виноват кто? Яценюк, Порошенко, Гройсман и же подобные идиоты, которые просто не думают за людей. Они нанятые, они разрушительные. Слушай, ну, они думают просто сами за себя, они рассчитывают жить не в Украине. Ну, понимаешь, прежде всего, чем подумать самого за себя, надо же как-то, чтобы гарантии были, что их деньги сохранятся. Поэтому им ставят задачу и не выполняют. И они же на крючке. Ну, просто так деньги не появляются. Они же какую-то работу выполняют. Вот они выполняют заказ уничтожения Украины. И все. Хорошо. Каким образом могут здоровые все-таки перехватить инициативу и отодвинуть уже навсегда, так скажем, этих товарищей? Ну, давай будем говорить так. Всего в эфире я не могу говорить, я честно скажу. Но объективно тебе могу сказать. Без поддержки. Возможно, через выборы. Уже сегодня это будет нехорошо. Как бы ни пытались, но это отсрочка войны. Войну можно остановить и прекратить. Но в таком состоянии держать это будет постоянная война. Потому что общество в Украине маргелизируется. Общество национализируется. Нацистским становится. Многие уезжают, правильно? Конечно. Они остаются шариками швонгеры. Но уезжают именно люди, которые способны что-то делать, думать, анализировать. Ну, я же говорю, остаются все больше шариковых швонгеров, которые между собой в любом случае сцепятся в итоге. Конечно. Конечно. Что приведет обратно к войне. Поэтому ее нужно заканчивать любой ценой. Правильно? Сейчас. Конечно. Ну, я хочу сказать, лучше меньше крови пролить, чем, извини, пожалуйста. Только можно кровь проливать по-разному. Можно по-умному все делать. Механизма много. Вот если бы мне сегодня повезло, и я был на месте Зеленского, вернее, я бы нашел бы способ, как повлиять на эту ситуацию, остаться жить и сохранить хотя бы в таком виде Украину, в котором хотя бы она есть. Много сателлитов, которые готовы помочь и успокоить этот весь дом дурдом. Я уже согласен. А Европа заинтересована, да. Конечно. Я уже согласен не вычищать, как говорили, а строить настраивающие дурдомы, чтобы буйно помешанных лечить там. Понятно. Это все-таки какой-то выход. Тюрму построить хорошую, пожизненную, чтобы подстраивали Донбасс и все остальное. Вот это все дебелье. Их можно загнать в стойло. Их можно загнать в стойло. Но это надо иметь силу воли, а не считать бумагой. Пока американцы не дают этого сделать, правильно? Ну, ты знаешь, они этого и не дадут сделать. Американцам стоит задача ослабить Россию полностью, разбалансировать ее, разорвать, чтобы сегодня иметь ресурсы. Да, но я думаю, что у них не получится, потому что тот же опыт Сирии, то есть Мюнексуэллы показывают, что американцы теряют свою позицию, потому что геополитическое ситуацию изменилось. Понимаешь, я согласен, что Сирия. Но нельзя сегодня не лечить ту рану, которая под боком болит. Нет. То, что я уверен, что для России и Европы это важный вопрос. Очень, не то, что вы говорите, но очень важный. Ну, давай будем говорить. Для России, Белоруссии это очень важный вопрос. А для Европы, не для всех. Возьмем ту же самую Польшу, Латвию и так далее. Ты посмотри. Там памятники сносятся. Ну, это условно Европа, потому что, во-первых, это новые члены, которые очень часто... Польша вообще, украинские гастарбайтеры, в принципе, экономика рванула вперед. Поэтому это такие страны. Я имею в виду Германия, Франция, прежде всего Венгрия. Ну, это само собой. Ну, и то они качаются. Да, что на геополитическом уровне все-таки Германия, Франция, они тяготеют к России. То есть это объективные факторы для того, чтобы выстроить систему безопасности и решений, которые им выгодны. Дело в том, что самое главное на сегодняшний день – это объединиться здесь всему российскому народу и не пойти на провокации, как эти навальнюшки разные, либерасты разные и так далее. Сегодня обществу надо объединиться, посмотреть, что происходит в Украине, чтобы не допустить здесь. И обществу надо объединиться, чтобы внутри общества до конца созрело, что свой народ, славянский мир только мы можем защитить. И объединиться вокруг одного лидера, который поведет. Вот тогда мы можем спасти все постсоветские страны. Это личное мое мнение. От этого беспредела, который творится в Украине. Ну, как говорится, будем пообщаться. Алексей, рад был пообщаться. Думаю, еще будем общаться по этим вопросам. Спасибо большое. Как бы хотел обратиться через твой канал. Подписывайтесь на мои социальные сети. Журавка Алексей. Вы много интересного увидите. И сами смотрите. Спасибо. У тебя есть такие эксклюзивные материалы, которые ты получаешь из своих источников, которых нет нигде. Это тоже очень важно. Потому что материалы дают понимание общей картины, которые обычно в СМИ бывают, они не успевают даже за такими новостями, а у тебя видишь там оттуда, оттуда, с той же Херсонской области, как индикатор, что происходит и как, в принципе, гибнет Херсонская область, в моем понимании. Ну, дело в том, что я там, можно сказать, вырос, родился. Там мой детский дом, в котором я вырос. Там инвалиды живут. И я болею всей душой своей малой родины. Но это для меня все. Я туда вложил душу, совесть свою. Ну, пахал как мог. Поэтому я ее не брошу никогда, даже если я далеко. Просто я в данный момент без руки, без ноги. Если бы у меня сегодня руки, ноги были. Я ж не скрываю, я пошел бы воевать. Против этих бандеров, которые Жукова снесли, которые убивают памятники наших настоящих героев, которые сегодня убивают историю, уничтожают. Хрень всякую мне в голову пытаются убить. Я с этим не соглашусь. Я привык так жить. Меня воспитывали люди, которые имели совесть. Вот я за совесть борюсь, за нашу честь, за наших героев. И все. Ну, я думаю, что хорошо, чтобы все-таки мирно все разрешить. Правильно? Информационно. Ты знаешь, ты знаешь, я хочу, чтобы это мирно все произошло. Ну, как говорят, разжечь войну легко. А вот остановить ее трудно. А те, кто спички подносил, и те, кто кололи нас, можно сказать, раскалывали, разъединяли наши народы. Они в Америке сидят, в Англии сидят, еще кое-где. Ну, Порошенко, Гройсман, Тимошенко. О чем-то говорит Коломойский. Вот тебе и все. Это же о чем-то говорит. Ну, Алексей, давай, говорю, это еще когда будем снимать, если мы еще отдельно по эти вопросы поговорим. А сейчас вот пока-то, да, значит, подписывайтесь на канал Алексея, на его социальные сети, и лично задавайте ему вопросы. Потому что, как бы, через мой канал это не совсем, да, у меня информация есть. Ну, да. Спасибо тебе большое. Ну, тогда все. До встречи. Победу мы принесем. До встречи.